Педагоги Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи Лангипаса стали победителями конкурса социальных и культурных проектов нефтяной компании. Благодаря гранту они смогут реализовать задуманно и пригласить всех вместе к спортивным рубежам. Так называется проект Центра. Подробностью у моей коллеги Ирины Мирошниченко. Впервые в Тире Люба Квашина побывала пять лет назад. Тогда и решила ходить на тренировки в Центр спортивной и военно-патриотической подготовки. Девушка – постоянный участник окружных соревнований. Самое основное находится внутри. Если с внешнего смотреть, то это грибок. За что мы держим винтовку – это рукоять. Здесь находится спусковой крючок, на который мы нажимаем, производится выстрел. Любовь к этому виду спорта с любовью к Квашиной разделяют еще 30 подростков. Однако на винтовках уже давно были сбиты прицелы, что затрудняет процесс их тренировки. И понадобились новые. Педагоги Центра спортивной и военно-патриотической подготовки приняли участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». И победили. Мы решили разработать вот такой вот проект вместе к спортивным рубежам с тем, чтобы оснастить наших стрелков хорошим, качественным оружием. Для того, чтобы они готовились именно командой вместе к хорошим соревнованиям, соревнованиям высокого уровня. Но их показывали хорошие результаты. На средства гранта будут приобретены не только новые винтовки. Кроме винтовки еще у нас много есть. И ботинки должны быть, и стрелковый костюм должен быть, и перчатки должны быть, и подкостюмник, и стойки. Ну, король, очень-очень всего много. Поэтому это считается одним из самых сложных видов спорта. Школьники постоянно выезжают на окружные соревнования. Как правило, входят в тройку лидеров. Педагоги уверены, что победа в конкурсе позволит их воспитанникам еще чаще завоевывать золото и серебро. Ирина Мирошниченко, Дмитрий Огородников, Вести, Егоре, Лангипас.